Альфа-Банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-Карту. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Дорогие друзья, всем привет. И наконец-то у нас настал тот день, мы все обещали, обещали еще с конца прошлого лета, что мы будем делать этот проект. И это настолько редкий зверь. Настолько, что мне кажется, он даже может быть реже, чем волчки в нашей стране. Это 124 кабриолет, а в чем его редкость, мы расскажем чуть дальше. Поэтому сейчас мы едем, будем откапывать гараж, ну и выкатывать его. Капсула времени? Да. Да, у меня еще, кстати, тут пчелы покусали в выходные. Немножечко опух. 40-градусная пчела, да, были? Ладно, горят, все. Вот это не надо. Ну, у кого такого не было, да, вот этих пчел? Мы просто пчелы. Мы просто пчелы. Мы просто пчелы. А для некоторых это местечко может быть знакомым. Кто бы знал, да, что вот там вот в гараже стоит такое сокровище. Ну, слушай, мы это знали. А вы вот... Еще раз может своей новости передать. Я говорю, такое ощущение, что история повторяется, только в прошлый раз это была гора мусора, а в этот раз это гора снега. Но вы не подумайте, в этот раз будет все лучше, и проект мы доведем до конца. А кто владелец этой машины? Вы узнаете прямо сейчас? Какой? Конечно, кто же еще мог долго хранить старый Mercedes? 15 лет, он в его владении, сколько ты на нем проездил? Не знаю. Короче, он там перебрал мотор, купил всю новую подвеску, но и не довел его до конца. Но мы это точно доведем. А ты что такой в уши? Уже шутка была. Понятно. Винни-Пух, знаешь, Винни-Пух уговорили не лазить за чужим медом. Черт, ты пятачка не слушаешь. Жестковат. Погнали. Стас, сколько он стоял там? Не знаю, лет 6, наверное. Почему он стоял там на нем ездил? Не, лет 5. Да вообще я не помню уже. Очень жалко, что приходится отдавать. Надеюсь, руки надежные. А ты что на нем не ездил-то, не занимался? Хотел доделать. Ну, дал себе слово, что не буду на нем ездить, пока не доделаю. Как вот тут, да, машина стояла? Такая же история. Не, этот стоял уже путь. Вадим конец был, как донор. Этот, как бы, оберег. Ну и наконец-то. Ну вот, наконец-то. Встречайте. 124 кабриолет на 104 моторе и на зеркальной коробке передачи. Субтитры создавал DimaTorzok Пахнет вот этим вот пенициллином. Ну прям, ты зачем сгонобил машину? Нет, законсервировал. Аж колеса видел, не спустил ни одно. Ну вот он, подтверждение того, что я сказал, зеркальная коробка. Покажи, что это такое. Зеркальная коробка, это когда ты первого включаешь вместо второй, а второе вместо третьей, ну и далее. Для того, чтобы... Для чего? Не знаю. Он ничего не знает. Для того, чтобы... А? Я думал, в комментариях знает. О, наверняка в комментариях найдутся люди. Ну а кто не знает, можете почитать комментарии, но оставить свой, что вы не знаете. У меня был купе, у меня было много седанов, у меня был универсал, но у меня никогда не было кабриолета и никогда не было волчка. Но думаю, сейчас мы один гештальт закроем, а потом кто-нибудь из вас нам предложит волчка на ресторанск с ровными бумагами, да? Вы знаете, что такое ровные бумаги. Такие машины вообще есть в продаже? Сейчас? Как вот эта? Сейчас, по-моему, одна, да? Одна машина? Две? Как две? Одна за 16 миллионов, вторая за... А, ну, одна за 16 миллионов, вторая за 3,5 или за 4. Но именно такой машины на 104 моторе, вы просто пока не понимаете, но я, так как люблю эти машины, точнее, любил, когда ты ими занимался, я знаю, что 104 980 едет сильно веселее, чем ваши 3,2 и 2,8. Но все эти 104. На самом деле, очень много людей думают, что машина на КАЕ – это ужас, вы будете мучиться, настраивать. Но в этих сериях, точнее, у нас на канале, мы вам расскажем, как можно настроить КАЕ и насколько он весело едет относительно... Как это называется? HFM. Я не знаю, что я говорю, я уже не знаю. Но помню умные слова. Какой HFM? Ты на радио, что ли? Ты поправь его стоять? Чего тут стоит? Позориться. Ежетроник, нет, какой-нибудь Каджетроник был. Не было Каджетроник на Мерсесе. Ну, только на... Каджетроник был на Ауди. Ну, не знаю. Напишите в комментариях, да? Еще разочек. Всасываем мы и не всасываем. Ладно, что нам нужно? Нам нужно выкатить его на свет. А мы можем крышу открыть, Стас? Ну, после того, как заведем, конечно, можем. Все, бежим за аккумулятором, заводим, открываем крышу. Ну, и едем боком. Да-да. Да-да. Ладно. Стас, а что с ним? Почему у него весь салон разобран, там что-то разобран, растормошено все? Ну, деревяшки реставрировать хотел. Ну, и остальное, в принципе, все хотел делать. Ну, вернее, начинал когда-то делать, потом просто поставил. От него было. Ну, это все от него есть, да? Конечно. У нас много чего от него есть, но есть проблема. У нас нет дверных карт. Если они у вас есть, присылайте. Любые дверные карты. Так же у нас... От купе, наверное, нужны или не подходит? От купе тоже подходит. От купе тоже подходит. От седан подходит? От седан не подходит. И зеркала нам нужны, потому что тут уже какие-то вколхоженные. Настасья в молодости колхозникам. Нужно есть зеркало? Да нет, у тебя зеркало. Мы все уже посмотрели, что у тебя есть, Стас. А вообще он, кстати, переделан в рест, а должен быть дорестовым. Кстати, тоже напишите в комментариях, кому больше нравится дорест. Вот я просто обожаю, когда оранжевые поворотнички, когда он такой вот с листвой выкрашенный в тот нужный цвет. Да и попка у него по-другому вообще смотрится. Ну, ты помнишь, когда Масаньку отдавали 124-й вообще просто? Угу. Ну, вот он, для сравнения фотки. Рест, дорест. Голосуем. Ну, кабриолет точно в доресте прям смотрится. Вообще, на самом деле. Я мечтал купить себе белоснежное купе с серым низом. Бля, как он смотрится. Но у меня, к сожалению, не было только красное купе с красным низом. Слышишь, что Стас говорит? Ты посмотри, состояние выпускного коллектора. Ты посмотри, какая красота, а? Асян, зачем ты это сделал? Посмотри. Да забей, это не важно. Вот это зачем ты сделал? Вот так и было у меня. Ай. Вот это молодость, понимаете? У каждого есть вот эта молодость, тонировка наглухо, да? Там спойлер, сплитер. Ну, мы сейчас выходим, вы все поймете прям. Утонируем. Ужас! Вот эти нулевые, это ужас. Они убили половину машин. Ладно, что, давайте оживляйте, уже интересно запустить. Да. Крышу открыть. Ну, давай. Что, давай? Пальчик вставляй, прикуривай. Все, взяли два аккумулятора про запас, но если один подведет. Я подумал, пока вы за аккумулятором ходили. Очень редкая машина. Сейчас же за ним охота может начаться, когда видос увидят. А что, какая охота? Ну, типа, мне кажется, хотят многие. Многие хотят, но немногим достается. Ну, накачай его. Что? Ставьте. Не получилось, не фортануло. Так, это была у нас первая попытка завести на одном аккумуляторе. Причем на хорошем. Сейчас будет вторая попытка завести на плохом аккумуляторе. Думаю, мы пойдем за третьим. Или купим, наконец-то, новый. Стас, там не надо масло, цилиндры налить. Вот это по-правильному сделать. Не надо. Не надо. Плюс, где минус. Плюс, где минус. Плюс, где минус. Плюс, где минус. Плюс держать на одном. Накинул. ты правильно накинул о перепутал это ты перепутал хрен знает как так вышло я ж говорю показалось что минус бывает с тем не бывает да так и умирает легенда держать плюс не знаю пока не надо попытка номер пять что там грите к я нормальная тема ну да Браво! КАЕ, говорит, не работает. Вроде механик. Музыка Посмотри, какой он. Какой он сладенький, да? Чуть-чуть вот оранжевые поворотники. И все, прям уберем вот эту колхозную губу, повесим туда нормальную губу. Будет красота. Фарамоечки, видел? Мы сделаем, чтобы они работали. И он будет прям... Ну, они правда не нужны, они нужны только зимой. Сасян уже кататься поехал? Куда ты поехал? Стой! Смотри, смотри, колесо буксует. Я еще забыл сказать, он на блокировке. Механика, блокировка, 230 сил. Вон он буксует. Очень прикольно выглядит. Еще сейчас пока что пыли такой. Прям кайф. Гаражная находка какая-то, да? И то, что было набело, откроется потом. Мой рок-н-ролд, это не цель, и даже не средство. Не новое, а заново. Все, фоточку к нам в телеграм-канал залили. Едем сейчас на базу, его отогреем. Ну и покажем, что такое кабриолет. А то мы достали кабриолет, кабриолет, а крышу ни разу еще не открыли. Просто сегодня минус 10. Вдруг что-то сломается, а мы уже не подтягиваем это. Блокировка работает, видел? Да. Блокировка работает. Бибигон, битый салон, контингент, человек 200. И в этой бане до города паримся вместе. Дилемма непростая. Ну и что? Теперь открывай. Не факт, конечно, что получится. Давай. Здесь есть замок, который надо вручную открывать. Как хорошо он очень надо? Я уже не понял, что он открывается. Никто не знает, что там за нюансы. Там крыша сама не открывается, надо какой-то замок дернуть. Да, если вы знаете, почему она не открывается, можете мне написать в телеграм. Ну, чтобы мы долго не мучились. Так он наверх, подожди, он же наверх... Эй, эй, что делаешь? Это не я. А. Ну ты понял, да? Какое слово хочешь сказать? А. Ну ты понимаешь, что мы такие летом. На сочном кабрике. Я просто помню из детства один раз видел кабриолет. И он, по-моему, был с ярким салоном. Какой кабриолет? Я в детстве помню кабриолет видел. Такой? 124-й. Ага. Один там. Мужик лысый ездил. Ну, лысый, понятно. У всех, кто есть на кабриолете, волосы выпадают. Особенно те, кто в Москве ездит. В Сочи-то ладно, кстати. В Сочи, летом. И Сочи. Да, вначале только тут надо починить крышу и еще много всего. Да это мелко. У нас уже есть кабриолеты горят. Ты понимаешь? И вы, дорогие подписчики. Ну вы, надеюсь, рады так же, как и я. Потому что у меня это... У меня уже были кабриолеты. Что-то неинтересно. Но такого еще никогда не было. Тут даже сидеть не надо. Вообще стилек бешеный. Что у тебя тут? Группа Маив. А что у тебя музыки-то нету? Не знаю. Не знаю. Не толку отбился. Он отстаивал раньше, кстати. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. У тебя какие-то тюнинги. У тебя лестриц. Лестриц какие-то. Тюнинг, Стас? Наверное. Тюнинг? Вот сюда две улитки поставим. Вот сюда, сюда и... The same boost. At higher RPM. Что у нас? Что у нас? План какой у нас? Да что, надо маслом в нем, наверное, махнуть. Загнать на подъемник, посмотреть, что у него снизу. Ну и потом раздать. На мойке, да? Ну, до мойки я бы хотел раздать-то. Нет. На летней резине на мойку опасно ехать. Жалко просто такую машину купить. Ты только что богом раздавал на ней. Что там? Все, поехали. Мерседес вечная сила. Да, кстати, самое странное. Я очень люблю BMW. И, в принципе, хотелось бы делать BMW. Но мы почему-то делаем Мерседесы. Я ее же на Мерседесе. И вообще у нас какая-то банда Мерседес появляется. Из-за тебя Мерседес? Да, из-за меня Мерседес. Да, странная какая-то хрень. Мерседес меня преследует по жизни. С кем поведешься? Того и наберешься, да. А почему у меня еще нет Мерседеса? Потому что я прав, нет. Чего ты? Как-то надо. Ха-ха-ха. Не надо. Ха-ха-ха. Так, за маслом съездили. Ждем пока Стасяна Соба-1. Че ты стоишь? Подъемник наш. Смотри. А я пока машину помою. Чуть-чуть приведу. кстати хорошая интеграция получил но не сегодня ребята поэтому надо пенициллинчик отмыть кож привести в должный вид хотя мы все равно будем перешивать так что спойлер но для того чтобы было приятно работать машины надо ее конечно привести ну хотя бы в состоянии шум и варианты мог ездить что-то я заживу пленочку на спортлайн это что комплектация спортлайн это спорт шасси в него входили рычаги это комплектация просто хочешь мягко я с этого начала формируется спортлайн комплектация ну типа то доп опция называлась она там стоил каких-то дочь марк и все для гонщиков а сколько у меня пробег 140 оригинального до спидонтер правда не работает владелец кук а владелец и сколько я вообще без понятия т.п. т.к. 4 не там что-то цене пробивал дальше порядка четырех игре не знаю ну я птс дубликат только нужно вверхала не воровали сами стеклышки ну да ценная что ли вещь ну 90 года будут цены никто с этого же не будет конечно не будет у нас не 90 года чтобы это было ценно это что за кнопка так это вот эта херня выезжают подголовники задние ну это считаю силовой каркас просто голову при перевороте он вылетает куда вылетает наверх не кожи перевернуть попробовать я думаю эти гряди дня он выдвинется у меня в 129 эта штука была как каркас безопасности она ровно также у вас взят в дуга идет дуга она вылетает при перевороте но здесь есть тоже перевод при перевороте вылетает освободи подъем и смотри игорь вообще офигенно стоя сзади его как новый Стас, ты подъемник-то прободи, что ли? Нет. Смотри, такая нежная. Никитос не заценил. Подъехай. Никитос. Стас, нет. Бери свою. Обои, что ли, клеил или что? Тот или тот? Белым, да, салон? Да, белым. Кабрики? Да. Практично очень. Никитос, ты какого цвета хочешь салон? Белоснежный. Реально? Слушай, у меня дежавю. Такое ощущение, что мы это уже обсуждали. Ну вот я как будто вот так же сижу, чищу салон, и мы с тобой обсуждаем, какого цвета салона я хочу. Волчари? Красный салон, на МГ дисках вот это вот все. Ворви глаз? Ну да. Может быть голубой? Голубой, а ты у нас все, закрывай свою книжку и иди отсюда. Стас, подъемник освободи, пожалуйста. Это пол видео, просим Стаса освободить подъемник. Там потом комментарий, Стас освободил подъемник? Надо этот, хэштег запускать. Стас, покрась рэнжа. Ну все, влажную уборочку мы сделали в машине стало намного приятнее. Подъемник, судя по всему, нам правда сегодня не освободят. Поэтому просто перемещаемся в завтра. Просто перемещаемся в завтра. Не, ни х**я. Стиль биржа будет просто. Я прям хайфую. Это только необычно. Вообще пипец. Необычно, что он у нас в короводике опять. Добрый день. Вы на канале Никита Комков. Меня зовут Стас. Никита многим известный как Непракрас. Ну это среди некоторых личностей. Вот. Никита опаздывает, а у нас руки чешутся. Хотим начать менять масло на этом. Красавцы. Вот. Но характерные следы на полу. Нам говорят, что у нас есть еще проблемки. Похоже, у нас есть течь в тормозной системе. Ну ты еще говорил, что там педаль какая-то такая, да? Да, и педаль что-то начала чуть-чуть проваливаться. Так что, будем сейчас смотреть. Приятно пахнет. Могел. Приятно пахнет. Приятная optimized. На игры. Приятного аппетита. Приятного аппетита. я так себе шеф приехал пошли обед здорово никитас мы тебя ждали дали мы дождались видишь на я вижу парк допустим бензином могу это анти рекламу наоборот у нас проблема надо это заглушить и масло недавно менял лет 8 назад машина стояла поэтому как бы на такое не черное прям нет мотор принципе чистый ну даже сверху видно принципе что он чисто поэтому поэтому мы зальем еще промыть на но из-за того что масло конечно смотрите слеза младенца попробуй но это не моделка оба на чё там стружка есть откуда стружка я надеюсь конечно это осталось еще с того раза после того как обломил распредвал на этом моторе надо будет смотреть час звучит пока что стрёмник с маму стрёмника когда увидит это стружка это стружка стружка но ее счет много много это бы завал на нем чё да завал чё газовал ну чё тогда то так на самом деле мы взяли специально масло дешевое для того чтобы час его залить чуть-чуть обкатать и посмотреть ну как будут нас какие-то еще его цели нет но в целом если стас менял распред может быть там со всего мотора собралось в общем мы узнаем это следующий когда-нибудь кстати еще один факт прочитали в интернете не то что я знаю машин выпущено 33000 что-то там 800 чем-то штук ну короче почти 34000 но это кажется вроде не такая уж и редкая машина но почему-то в россию эти машины не заехали в таком количестве чтобы сейчас на рынке их было прям очень много вот факт сколько штук таких был на 104 980 на машине но они первые пошли на 104 980 по моему а потом уже пошли бомб версии который кстати у нас очень много в стране это 2 и 3 2 2 и 2 еще 11 пошел 2 и 3 не было что вы про кабрики да он говорит 2 и 2 был ну чё давай пробежимся по днищу у стаса вот тут какая-то заплатка была но вроде не криминал с этой стороны чет замазывал чет был тут стасян да кстати вот у седана таких распорок нет и укупая по моему вот отличие что еще так он вроде целый у нас даже днища над будет от песка строить за 90 тысяч но не на нашем канале так ночью выхлоп гнилой но с первого взгляда как бы он от помыть трубки надо менять будет все вода трубочка течет это не страшно чуть-чуть плесень вот тут что-то ржавое а это от выхлопа теплоэкран где-то где защитный экран так с днища мы разобрались все с ним хорошо хотя у 124 обычно его нет значит какой план на эту машину в принципе она выглядит хорошо но она покрашена акрилом соответственно покрашена на плохо поэтому машину надо будет перекрасить по технической части устранить все проблемы но скорее всего там еще на вылезается как вы видите мы только поменяли масло уже в нем стружка то есть скорее всего мы полезем мотор но это неточно также надо разобраться с крыши чтобы она открывалась правильно сама также надо будет перешить салон ну и много 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 всего на ю тубе такой проект еще никто не делал волчки делали там все остальные машин тоже делает но кабриолета еще не был так что подписывайтесь на наш канал прямо сейчас тут будет много серий с этим красавцем пудометр не работает он такой чувствуется долго стоял если можно так сказать он не ощущается хорошей машиной вообще то есть вы знаете в любую хорошую машину садишься и сразу понятно по ней что она хорошая я вот сейчас туда сел он как бы вроде и нормальный потому что сидишь на нем нормально то есть сидушка у тебя не в не выламывается никого не выпадает едет достаточно как бы прямо есть подвеска как бы вроде работает но не работает смешанные чувства мы заехали заправили машину расправили немножко старое топливо также мы приехали на нашу любимую самому очку и сейчас будет прям момент преображение мы наконец-то узнаем насколько он плохо ну или хороший все погнали а на мойке мы были зимой ночью и где-то месяца два назад и поэтому мы решили для вас сделать теплых приятных красивых солнечных кадров и мы отправляемся на базу снимать для вас следующую серию все всем пока обнял лайк подписка комментарий до новых встреч так и еще сцена после титров то значит мы ждали одного блогера очень известного чтобы он взял машин на обзор но он счет нас про динамин поэтому только у нас эксклюзив погнали